Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы продолжим разговор об откровении Иоанна Богослова и поговорим сейчас о восьмой главе. Вообще говоря, конечно, разбиение этого текста на главы не напрямую связано с авторским замыслом, поэтому всегда это несколько условно получается. Но всё-таки в ту часть, которую в позднейшие времена отнесли к восьмой главе, попало продолжение рассказа, собственно, о одной из главных мыслей автора апокалипсиса, рассказа о том, что Бог приближается к этому миру, Бог входит в него, и входит в него главным образом через общину верных, через церковь, через таинство Евхаристии, которое в этом мире совершается. Как говорит об этом Ветхий Завет, Бог живёт среди словословий Израиля. И вот в словословиях своего народа церкви Бог приходит в этот мир. Это происходит не одномоментно сразу, по крайней мере, в том, как это видит автор апокалипсиса, а происходит с некоторой постепенностью. И, главным образом, ради того, чтобы обозначить эту постепенность, вот события, о которых автор говорит, подразделяются на печати, которые ангелы снимают с книги, или трубы, в которые один за другим трубят ангелы. Нет, собственно говоря, у нас убедительных оснований думать, что сначала должны быть семь печатей, потом должны быть семь труб и так далее. Речь не идёт о некоторой целостной последовательности событий. Скорее, всё-таки это несколько способов чуть с разных точек зрения описать одну и ту же реальность – приближение Бога. Приближение, которое совершается уже теперь, после смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, неминуемо, необратимо. Уже, собственно, всё, что относится к судьбам мира, решено. И вот теперь постепенно происходят в мире события, в которых это приближение Бога, это его спасительное действие проявляются. Автор Апокалипсиса описывает это вот как несколько последовательностей, в которых обычно вот используют в таких случаях символическое число семь. И вот в восьмой главе он говорит о том, что он видит ангела, который стоит перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и из этой кадильницы возносится к небу дым с молитвами святых. Это важный на самом деле образ, для нас почти совершенно тривиальный, но всё-таки важный для того, чтобы мы могли увидеть место людей в этих событиях, в том, что происходит, место людей в замысле Божьем. Вот молитва святых, которая возносится к небу. И дальше несколько подряд до семи ангелов с трубами, которые трубят каждый один за другим, и с миром, в котором живут люди, происходят катастрофические события, начинает он весь разваливаться. Ещё важно обратить внимание, что в тех сообщениях, которые даёт нам об этом видении Иоанн в восьмой главе, говорится о том, что вот этот распад, разрушение касается только части мира. Это не война на уничтожение. Бог приходит не для того, чтобы погубить всё. В конце концов, наверное, погубить этот мир можно было и каким-нибудь одним словом, как Бог и словом его сотворил. Важно, что вот, Иоанн говорит, первый ангел трубит, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зелёная сгорела. Третья часть одушевлённых тварей умерла. Третья часть рек и источников стали горькие. Третья часть луны и третья часть звёзд. По-видимому, для него это было важно сообщить своему читателю. А напомню, что адресатами этой книги в первую очередь были очень маленькие и подвергающиеся гонениям христианские общины в Малой Азии, где действительно происходили драматические события во время написания этой книги. Вот автор пишет о том, что третья часть всего материального мира от того, что трубят эти ангелы, рассыпается в прах, перестаёт существовать, перестаёт быть самой собой. Это ещё не всё. Это ещё не окончательное, так сказать, определение судеб мира. Но на символическом языке это на самом деле важная вещь. Больше того, я бы склонен был полагать, что здесь автор апокалипсиса, как образованный иудей, отчасти пользуется тем способом мысли, который был характерен для иудейских учёных, в первую очередь фарисейских, той эпохи, думать о том, как мир устроен, и пытаться вот это как-то выразить. Потому что здесь, в общем, символизм довольно прозрачный. С одной стороны, мы часто сталкиваемся в истории, особенно в религиозной истории, с таким взглядом на мир негативным, с представлением о том, что всё, что существует в материальном мире, это плохо, и основная задача человека – отсюда куда-нибудь деться, изъяться, сбежать, впасть в какую-нибудь нирвану или расстаться со своей телесностью и так далее, и так далее. Огромное множество самых разных религиозных, мистических и так далее систем, ну вот, подобного рода представлением учат. Ну, ровно так же, как изредка случаются и религиозно-философские системы, для которых этот мир, неважно, хорош или плох, вот он такой, какой он есть, и надо жить в нём, и, в общем, не подвергать его нравственной оценке. И та, и другая позиция, вообще говоря, для библейской культуры не похожа на правду. И та, и другая позиция, представление о том, что всё плохо или всё хорошо, в общем, далеко не точны, потому что как бы сильно ни был повреждён этот мир, всё же библейская культура, которая, вне всякого сомнения, принадлежит автору апокалипсиса, подразумевает, что он сотворён Богом, он сотворён Богом, и у Бога есть представление о том, зачем он это делает. Даже если мы сами не в состоянии этот ответ на вопрос «зачем понять», у Бога он есть, поэтому сказать, что всё плохо – неправда, неправда. и ровно так же сказать, что всё в порядке с этим миром, с нашей жизнью, с тем, что мы из себя представляем в нравственном отношении, тоже, в общем, очевидно – неправда, это далеко не так. И вот этот мир, представляющий собой какое-то труднопонимаемое сочетание того, что построено в правде Божьей, и того, что противно этой правде, вот он начинает меняться именно потому, что явлена воля Божья о спасении людей. Ангелы трубят один за другим о том, что мир идёт к проявлению своей подлинной сути, и поэтому часть, не большая часть, не 99%, треть, так, как правило, думали и выражались иудейские учёные, богословы, мыслители в ту эпоху, вот эта треть подвергается разрушению. Дальше мы увидим некоторые критерии того, почему это складывается именно так. Ну вот, может быть, самая яркая и бросающаяся в глаза восьмой главе именно эта. Субтитры создавал DimaTorzok